На этой неделе в России разразился очередной скандал на тему расизма. В самолете, летящем из Таиланда в Якутию, произошла ссора между пассажирами. Сидевшая перед якутской парой русская женщина, назвала этого парня, который за ней сидел узкоглазым. Скорее всего, ей не понравилось, что, видимо, его колени упирались в ее спинку стула, сиденья. И, в общем, ничего лучше она не придумала, как оскорбить человека, который за ней сидит. И женщине якутки, которая была вместе с этим молодым человеком, ужасно не понравилось это. Да, действительно, это является оскорблением, это слово. Потому что, видимо, считается, что узкие глаза, они, видимо, считаются некрасивыми. А европейские глаза почему-то красивыми. Я написала на эту тему пост, и этот пост затем был опубликован на телеграм-канале Лиги Свободных Наций. И когда я читала комментарии, меня вот удивила реакция некоторых комментаторов. Люди, такое было ощущение, что они, может быть, невнимательно прочитали этот пост. Потому что вот моя позиция о том, что реагировать надо по-другому, была воспринята, что как будто бы я призывала людей просто заткнуться, молчать в тряпочку, не реагировать. То есть для меня это было странно. Потому что там я недвусмысленно говорила, что, естественно, реагировать на это надо, но в то же время нужно прежде всего разобраться, почему это вот слово, да, почему оно было воспринято как оскорбление. И когда человек на что-то обижается, это означает, что он об этом думает, и он думает так же. И вот когда его оскорбляют этим словом, вот у него это болит, начинает это болеть. Ты понимаешь, Раджана, с одной стороны, я прекрасно поняла вообще, что ты хотела сказать, да, но с каких пор, да, да, мы узкоглазые, там, широколицые, там, не знаю, еще какие-то. У нас есть у всех определенные расовые, как говорится, отличительные черты и так далее. И все они по-своему, ну, у каждого есть своя красота и так далее, и особенности. Но мне кажется, что контекст был настолько явным, что человек использовал это слово с явной целью оскорбить. И как бы невозможно это игнорировать. И я еще хотела упомянуть вообще общую ситуацию. В нашей стране расизм не наказывается. И вот, и поэтому в такой ситуации ты должен сам себя постоянно отстаивать. То есть ты должен сам себя постоянно защищать. Но, кстати, в данном случае, я так насколько поняла, этих людей сняли, да, с рейса? На самом деле сняли людей якутов. А, якутов. Потому что, да, из-за этой, мне кажется, это была неадекватная реакция, да, абсолютно неадекватная реакция на это оскорбление. То есть женщина начала материться, кричать на весь самолет. Вот, и, в общем, там перемежались ее речи матами буквально через слово. Ну, так вот. Можно было даже не слышать, что она именно говорит, потому что были сплошные маты. Ну, я это, да, немножко слышала. Мне тоже не очень понятно было это слышать. Я не стала смотреть там, и так все понятно. Можно подумать, я этого в жизни не наблюдала много раз. Так вот, я просто хотела сказать, что в ситуации, когда нет никакого закона, да, нет никаких прописанных правил, там, что есть вот это вот считается оскорблением на расовой почве и так далее, и ты понесешься, и человек понесет какое-то наказание, ничего не остается. Просто как постоянно себя защищать в таких ситуациях. И поэтому, с одной стороны, конечно же, ее реакция была неадекватной, но вот это ее возмущение, эту агрессию можно понять. Потому что, если в любом другом обществе она могла бы спокойно пригласить этого стюарта, да, чтобы там записать этот случай, нарушение там правил общественных, и их бы наказали, то в данной ситуации тебе ничего не остается, кроме как либо молча проглотить, как всегда, либо вот таким образом некрасивым просто выражать свое возмущение. Ну, конечно, конечно, это было все, это выглядело очень безобразно, но это, знаешь, это немножко похоже на ситуацию, когда женщина, жертва насилия, как говорится, сама спровоцировала, да, мы не можем, мне кажется, с этой точки зрения тоже говорить, что это она сама была не права в данной ситуации, она была жертвой в этой ситуации. Ну, буквально, то есть мы все, как ты сказала, мы все сталкивались с подобными случаями, и я попыталась как-то представить себя на месте этой женщины, и мне просто в голову приходит, я такой человек, что мне, если скажешь одно слово, я скажу два, да, то есть я бы просто обозвала эту женщину, да, то есть которая сказала, вот ты узкоглазая, я бы сказала, ты пучеглазая, и все, да, то есть ну что, и что дальше? А что лучше? Мои глаза, разрез мой, да, миндалевитные глаза, раскосые, вот, или твои пучеглазые глаза непонятного цвета, да, болотного цвета, например, что лучше? Я считаю, что мои глаза лучше, чем твои, да, то есть ну и дальше что? Дальше куда мы дальше будем двигаться? Да, о чем дальше, да, будет разговор, вот, и главное, да, что вот меня вот в этом случае задело, что люди как-то априори решили, что вот назвали твои глаза узкие, значит, тебя оскорбили, значит, ты сама считаешь, что твои узкие глаза хуже, чем ее круглые выпученные, правильно? То есть это, ну как бы людям навязали вот эти стандарты, то есть я понимаю, откуда это идет, я понимаю, что это все как бы вот, ну, результат травмы, результат этой колониальной травмы, да, но с другой стороны, мне кажется, мы должны, мы должны стремиться к тому, чтобы у людей уже не было этого, этого навязанного нам представления. И о красоте, да, и то есть я думала, я думала, что это меняется, потому что когда я росла в советское время, да, у нас вообще не было этих моделей. Сейчас в конце концов люди смотрят эти дорамы корейские, да, они являются фанатами, например, кей-поп, я не являюсь фанаткой кей-поп, но я знаю, насколько это сейчас глобальный феномен. Вот, я думала, что эти стандарты красоты уже меняются, но оказывается, это настолько глубоко в наших людях сидит, что вот выплескивается вот в такие случаи. Ну, мне кажется, это выплескивается в такие случаи как раз-таки не от того, что у нас там стандарты красоты какие-то отсталые или так далее. Именно от вот этого бессилия постоянного, с которым человек сталкивается в таких ситуациях, поэтому ее как бы реакция настолько неадекватна. Потому что человек, который вынужден постоянно терпеть, 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 молчать, молчать, потом его там что-то, последней каплей, как говорится, накладывается на это все, и у него просто какая-то вообще, просто взрыв происходит. Это очень похоже. Она там кричала, я вот там заплатила за этот полет, там такие деньги, да, вот чтобы вот этому слушать, сидеть. Это вообще что такое, как бы, ну, чисто по-человечески ее могу понять. Да, она какая-то, может, не образованная, там, какая-то совсем простая женщина, как говорится. Ну, как бы, она права, действительно, в этой ситуации. Это вообще, ну, сколько можно уже? Человек поехал отдохнуть, да? Или она возвращалась, или она ехала? Она возвращалась, это было из Таиланда в Якутию, да, и такой сюрприз. Да, вот, вот она отдохнула от Якутии, да, Господи, спокойно провела отпуск, и вот ей такое, блин, возвращение устроили, как бы. Ну, уже сил нету, действительно. Да, по-человечески я ее понять не могу. Ну, я бы, наверное, скорее, наверное, меня бы, наверное, тоже убили из этого, поэтому я бы, наверное, скорее с ту сумкой, наверное, ее по голове долбанула, чем опускаться, как говорится, до такого словесного, словесной перепалки. Но это вообще ненормальная, конечно, ситуация. Что касается стандартов красоты, конечно же, это у нас, да, наша вот Виктория Молодаева, ты помнишь, она там выиграла какой-то конкурс красоты в Пизу Станкт-Петербурге. Получила просто волну, хейта, свой адрес. Это мы еще абсолютно-абсолютно далеки до, ну, каких-то современных изменений, которые во всем мире произошли. Ну, что, ну, я даже бы сказал, что в Израиле, например, вот недавно меня тоже обругали за то, что я так сказала. Я не помню, в каком комментарии в Фейсбуке написала, что, ой, типа, мои эти зрители, они тоже, типа, странные. Вот постоянно мне говорили, у тебя красота особенная. Вот зачем говорить, что у меня особенная красота? Ты просто скажи, если хочешь сказать, приятные девушки, да, ну, скажи, ты красивая, да и все, как бы. Зачем обязательно говорить, особенно, да, или они мне тоже очень любили говорить, у тебя глаза, говорит, такие, говорит, не помню вот это слово на иврите. Ну, это, типа, тоже миндалевидный, что ли, я такая, да, я, как бы, я себя вижу в зеркало, вообще-то каждый день. И, как бы, зачем этот человек поговорить, непонятно, смешно. Ну, то есть, это нормально, в нашей стране тоже мы, как бы, мы не представлены нигде, ни на телевидении, ни в фильме, ни в поп-культуре, как бы, люди, не все привыкли, как бы, видеть людей разных рас и так далее. Даже теоретически, зная, что мы живем в многонациональной, многокультурной стороне, все равно, как бы, мы, если мы сидим у себя в Бурятии, мы с этим не сталкиваемся. То есть, как только мы выезжаем, там, где-нибудь, там, Липецк, то, конечно же, мы будем, будут на нас люди и пялиться, и смотреть, там, и пальцами тыкать, и так далее. Ну, просто, ну, диковатые люди, не развиты, что, как бы, с этим сделать. Да. Да, и вот, что касается, вообще, вот этих вещей, да, мне кажется, одно из самых важных, одна из самых важных задач, это, чтобы наши люди были, ну, я не знаю, как сказать по-русски, empowered, empowerment, необходим. Это вот именно вот то, вот эта спокойная уверенность, да, что, которая не может тебя поколебать, вот, чтобы тебе не говорили, да, там, вот тебя обзывают узкоглазые, косоглазые и так далее, обезьяна. То есть, чтобы тебя это не трогало, потому что, на самом деле, вот у тебя есть эта сила, за тобой стоит. И, вот, например, что делали, вот, афроамериканцы в свое время, да, то есть, там же тоже ужасная ситуация была в 60-е годы, да, вот. Вот, и я вот, понимаешь, у меня была парикмахер, когда я была, жила какое-то время на Аляске, там была парикмахер-афроамериканка. И я заходила к ней, когда в салон, у нее лежали журналы, вот, журналы, ну, обычно в парикмахерских салонах же бывают такие, глянец лежит. И вот у нее весь глянец, он был афроамериканский глянец. То есть, там вот эти вот, все вот эти вот, типа Эль, там, я не знаю, Космополитен, там разные вот про звезд и так далее, караваны историй. Они были афроамериканские, то есть, вот, куча стопа вот этих вот журналов, и она была про афроамериканцев и для афроамериканцев. И они, как бы, вот, ну, с одной стороны, это наследие сегрегации, да, то есть, когда все было настолько сегрегировано, что были там свои школы, свои, то есть, районы вот эти гетто, да, там некоторые были не такие уж и плохие, там, скажем, например, вот Талса, Клафома, да, там был район черный, да, он был достаточно успешный, там были успешные бизнесмены, успешные бизнесы, средний класс. То есть, это была такая история показательная, и вот потом, именно за это с ними расправились белые супремасисты, когда они разгромили буквально этот район. Вот, это очень печальная история, ну, просто она показывает, что не все так однозначно, да. То есть, с одной стороны, вот, когда была сегрегация, то у них тоже была возможность развивать свой мир, так скажем, отдельно от белых. Вот это все для нас, вот эти продукты для ухода за нашими волосами, и... Ой, у нас самые беспроблемные волосы вообще. Да, ну вот, и я просто о чем говорю, о том, что мы все еще живем вот в этой матрице белого мира, белой русского мира, зачем? Да, нам нужно думать о нашем мире, о нашем отдельном от них мире, и нужно продвигать эту идею, что есть... Есть, то есть, наши каноны красоты, они отличаются от европейских, да. И просто вот, чтобы девочки, которые там растут в такой среде, да, когда они окружены в основном белыми европейскими девочками, да, там... Ну, даже если мы не говорим про республику Бурятия или Якутия, да, если, например, семья какая-то уезжает и живет, ну, я не знаю, в том же Рипецке, да, чтобы у нее была вот эта вот... Вот эта поддержка, да, ее среды. Там те же самые куклы, да, разные. Я помню, вот, на Бурятии Орг в форуме лет 10 назад люди писали о том, что хотели бы купить куклу, маленькую девочку, азиатку куклу. И они, в принципе, нашли таких кукол для своих детей. Вот. Вот сейчас вот у нас очень, ну, действительно, проблематично, потому что даже если брать кукол, куклы, да, какие-то там детские книжки, детские журналы, передачи, очень трудно найти такие передачи, чтобы они были именно, показывали детей азиатов. В Америке с этим легче сейчас, потому что все-таки сейчас идет, звучит эта тема азиатов в кино, в сериалах, там, ну, то есть, сама об этом знаешь, да, а в России этого нет. Но, слава богу, что у нас есть интернет и есть дорамы, и есть кей-поп, да, то есть, вот, молодежь наша, она все-таки в лучшем положении находится, чем в свое время мы. Вот. И я думаю, что нам нужно вот это вот именно поддерживать. Поддерживать, даже если нам не нравятся дорамы, и даже если мне не нравится кей-поп, я все равно поддерживаю, потому что это все равно empowerment. Ну, да, я понимаю. Ну, и у нас своего тоже контента хватает. Я вот как раз слушала наш этот бурятский рэп. Ну, какие они вообще классные ребята. Как там его зовут? Алихан, что-то там с Сарюной. Они, это вообще никакой не кей-поп. Для меня это гораздо круче, гораздо очень классные ребята и танцуют, и музыка у них шикарная просто. Да, слава богу, хватает. Вот. Проблема, мне кажется, с empowerment, там, и с пониманием, там, своих достоинств, и своей красоты, и так далее. В самих республиках нет вообще этих проблем. Проблема в России. Проблема в том, что русским очень-очень плохо и опасно, и вообще очень плохо живется, как бы, в русских городах. И эту проблему не решить, как бы, проблему можно решить только своей независимостью, к сожалению. Потому что ждать, когда они там эволюционируют, как говорится, и станет нормально всем людям, там, разных цветов и внешности в этой стране, мне кажется, не знаю, не дождешься, как бы. Нормальная ситуация, мне кажется, я такой человек, я, как бы, я просто ухожу от токсичной среды. У меня нету никакого желания мучить себя и находиться там, где мне некомфортно, и где мне плохо, и где-то там выживать, как бы. Для меня это вообще неестественно и кажется ненормально. И тем более я не собираюсь там свою жизнь положить на то, чтобы делать преобразование в этом болоте, как говорится. Зачем? Для нас, мне кажется, решение не в этом. Ну, да, именно, как бы, об этом у нас весь контент, естественно. Я столько лет с этим не сталкивалась, как бы, я вообще не понимаю, зачем это, кому хочется вот в этом жить, как бы, это же ужасно просто. Я сейчас живу в Мексике, да. Я вообще живу в Мексике, жила в Канаде, жила, ну, даже в этом в Израиле, да. В Израиле слишком повышенное всегда внимание, оно тоже, честно говоря, утомляет, но оно положительное, да. Все хотят там подчеркнуть, что, о, ты там, ты здесь welcome, как говорится, да. Постоянно какие-то комплименты, там, вопросы, или там хотят помочь, как бы, это тоже ужасно утомляет. Просто хочется, я хочу просто здесь жить, как бы, не обращайте на меня внимания, вообще не смотрите на меня, вообще не отвлекайтесь на меня, пожалуйста, как бы. Я просто хочу жить, как обычный гражданин, и чтобы ощущать себя, как все, как бы, да, в любом обществе. Не надо мне вот этого повышенного внимания, там, помогать мне и так далее. Это тоже, как бы, немножко утомляет. Ну, хотя бы это действительно положительное внимание. А там в Канаде, где мы там в Панаме жили, вообще, в любой стране, в Латинской Америке, ты вообще просто, ты вообще забываешь, кто ты, как ты выглядишь. Ты просто живешь себе спокойно, и все, без этого, без этой необходимости, там, как-то, не то, чтобы защищаться или, там, оправдываться. Просто не чувствуешь себя каким-то другим. И я просто не представляю, как без этого жить. И мне очень-очень жаль этих людей, которые... Я тебе не рассказывала, я смотрела этот подкаст, не славянки. Господи, это был просто какой-то ужас. Они не поставили никакого триггер-ворнинга, да, как в подкасте. Я не ожидала, что это будет такая тяжелая тема. Это просто девушки, одна была наполовину арабка какая-то, не помню, сирийская или какая-то, наполовину русская, и другая девушка, наполовину литовка и еще кто-то там, и немножко узбекских кровей. Ну, в общем, она выглядит, для меня она выглядит абсолютно как русская, да. Для того русского города, в котором она жила, она не выглядела достаточно русской, там, не знаю, ни голубоглазая, ни блондинка. Ну, в общем, они рассказывали о своем детстве, и мне это было настолько тяжело слушать, потому что я все время представляла своего сына на их месте, каково было бы, если бы он рос в такой среде. И я просто, я проплакала половину вообще этого, этой просмотра, и это очень-очень тяжело. Я не знаю, зачем, как бы. Я бы никогда своего ребенка в такие условия бы, таким переживанием не подвергла бы. Я бы сделала все, что в моих силах, чтобы он вообще не знал этого. Ой, в общем, такая моя позиция, поэтому я стою на том, чтобы просто у нас было свое государство, мы жили там спокойно, по своим, как говорится, правилам, в комфорте. Я не хочу, чтобы никто не сбурят и других людей испытывал вот такое на своей шкуре. Спасибо. 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 Спасибо.